Привет, фотографы и киноделы! Сегодня у нас на обзоре две биколорные LED панели Photocvant AL1200AS и его младший брат Photocvant AL900AS мощностью 70 и 50 Вт соответственно. Но перед тем, как приступить к распаковке, расскажу о российской торговой марке Photocvant. Ее ассортимент впечатляет от винтика или крышечки фотоаппарата до современных светильников с дистанционным управлением. Производственные мощности находятся в Китае, Корее и даже России. Отмечу, что специалисты Photocvant не только размещают заказы на заводах, но и участвуют в разработке, отслеживают отзывы покупателей для улучшения продукции. Отбирается все самое лучшее из мира фото и видео оборудование и предлагается покупателям по более чем адекватным ценам. Именно поэтому сегодня вы заметите знакомые по предыдущим обзорам элементы конструкции наших светильников. А теперь приступим к распаковке. Модель Photocvant LED 1200 AS, мощность 70 Вт, CRI больше 97, яркость 6000 люкс на метр, световая температура 3200-5600 Кельвинов. Откроем. Инструкция на английском и китайском языках. Достанем наш светильник и отложим в сторону. Сетевой провод. Блок питания нашего светильника. 15 Вольт 6 Ампер. Вот такой стандартный разъем. Откроем шторки. Видим пластиковый диффузор. Забегая вперед, он съемный. Металлическая рама для наклона и крепеж выполнены из металла. Разъем для подключения батареи V-Mount. Блок управления, который нам уже знаком по предыдущим обзорам. Крутилка яркости и температуры. Кнопки выбора режима изменения яркости или температуры. И трехпозиционный переключатель. Работа от сети. Выключена. Работа от аккумулятора. И это все. Как я уже упомянула, диффузор легко снимается. Для этого необходимо отодвинуть фиксирующий рычажок на торце светильника. Следующая модель на 900 светодиодов. Фотоквант LED-900АС. Параметры схожие, но мощность 50 Ватт. И 4200 люкс на метр. Сетевой шнур. Блок питания 15 Вольт 4 А. Давайте раскроем шторки. Диффузор, как и в предыдущей модели, тоже съемный. Светодиоды двух типов. Теплые и холодные. Так как модель светильника биколорная. Рама и крепеж. Также цельнометаллические. Посадочное гнездо для батареи V-Mount и знакомый блок управления. Крутилка, кнопка выбора режима настройки и переключатель. И это все. А теперь давайте измерим заявленные параметры цветопередачи с помощью специального и очень дорогого прибора. CRI 98.1 CRI 98.2 Выводы. Чрезвычайно интересные LED панели с высокой мощностью и высочайшим индексом цветопередачи. На мой взгляд, прямоугольная форма является оптимальной как для работы, так и для переноски, делая светильники еще более компактными. Отмечу возможность снятия рассеивающих панелей для увеличения светового потока и получения более жесткого света. У этих моделей отсутствует пульт дистанционного управления, но для меня и для многих других покупателей это не критично. К тому же у компании PhotoQuant есть светильники с пультом и управлением по профессиональному протоколу DMX, которые мы обязательно рассмотрим в следующем обзоре. Отмечу, очень удобные шторки, которые позволяют точно управлять световым потоком. Конструкция светильников производит впечатление надежности, но несмотря на обилие металла, LED панели довольно легкие. Но главное преимущество это высокая мощность. 70 ватт и 6000 люкс. Много света не бывает, а с высоким индексом цветопередачи и подавно. И это все. Да предбудет с вами Света Сила. А я пойду готовить новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok